всем привет дорогие друзья с вами трансдефис мастерпис в своих недавних видеороликах я упоминал о супер крутых фигурках которые мне очень понравились которые я видел в магазине и сегодня мы поговорим о конкретно об этих фигурках на полках магазинов и интернет магазинов эти фигурки уже стоят довольно таки давно это фигурки уже наверно практически всем вами известны студийной серии фигурки студийной серии под логотипом generations впервые были показаны на той же 2018 их выпустили в честь празднования более чем 10 лет выпуска фильмов о трансформеров на экране как вы помните первый фильм был снят в 2007 году точнее появился на свет мы увидели это творение в 2007 году и на данный момент последний фильм точнее последний фильм который недавно вышел это был спин-офф о бамблби который также относится к этой серии он как раз 2018 года и ну получаете приблизительно чуть больше 10 лет каждая фигурка из этой серии пронимирована а также указан фильм в котором появлялся персонаж в комплекте с каждый фигуркой есть картонная подставка с задним фоном который воплощает сцену из фильма в которой появлялся персонаж есть фигурки у которых он совпадает ну я так полагаю это намек на то что эти фигурки и точнее эти персонажи появлялись в одной сцене еще одной отличительной особенностью этой серии является то что у каждой фигурки строгая шкала роста то есть Как они выглядели по росту в фильме, так же они выглядят и в виде фигурок. Не будет такого, что в Бамблби, такого же размера, что и Оптимус, или же такого же размера, что и Мегатрон, и в общем, что-то в этом роде. Я подготовил небольшие карточки, на которых указал практически все фигурки, и немножечко подробно я поговорю о эксклюзивных наборах. А таких базовых я просто, наверное, их перечисли, все-таки и существуют. Итак, в первой волне, наверное, все видели эту волну, она состояла из четырех фигурок, двое из которых были Автоботы, и двое были Десятикон, вот сюда там еще первую карточку. Далее следовала вторая волна, это, как вы поняли, фигурки Белюкс-класса. Здесь у нас, как вы видите, Автобот Джаз из первого фильма Трансформеров, и Автобот Локдаун, который немножечко похож на ремонт, локдаун того, который мы видели из четвертой части, получается. Далее следовала третья волна. В третьей волне у нас выглядел Ретчет, точнее, появился Ретчет, который выглядел немного лучше Ретчета, который выходил в первой волне. Он выглядел немножечко прокрашенно, и, ну, думаю, вы увидите сейчас эту разницу на картинке. Также Шалду Райдер из Трансформеры 4, и Бамблви из как раз спин-оффа, который недавно вышел, отдельного о фильме Бамблви. И хочу сказать, что именно фигурка Бамблви мне довольно-таки сильно нравится, и я даже подумываю о ее приобретении. Далее четвертая волна следовала за третьей, и в этой волне у нас были такие фигурки, как Дропкик и Кейсай Сентри. Дропкик в моде вертолета, в моде вертолета фигурка, в принципе, детализированная, но она все-таки как будто недоработанная, я бы сказал, потому что есть такие броские детали, которые уже видны, то есть, я не знаю, пропеллер от вертолета, или какие-то такие большие объемные части от вертолета уже видны на фигурке в ее робот-моде, и это не очень приятно, но фигурка сама по себе красивая. Кстати, в магазинах, а в особенности в детском мире, Дропкика находится больше всего в наличии. Далее пятая волна, в нее, как вы видите, ходили данные трансформеры, это Бамблби из Последнего Рыцаря, далее Кланкер Бамблби из первого фильма, далее Баррикейд и Сайдсвайп. Как вы видите, здесь я проставил галочки синие, эти синие галочки указывают на присутствие этих трансформеров в наших российских магазинах, по крайней мере, это те трансформеры, которых я увидел, возможно, есть еще какие-то, но в детском мире, несколько детских миров я посетил, и вот этих трансформеров я увидел. Далее шестая волна, в которой были Когман, которую я не знаю, зачем воплотили в виде трансформера, который в фильме не трансформировался, ну да ладно. Шаттер из спин-оффа у Бамблби, в ее моде машины, и Конструктиком Скраб Металл. Далее, сейчас я чуть-чуть уберу туда, наконец-то седьмая волна делюкс-класса, в которую вошли Автобот Дрип в моде вертолета, Дропкик в моде машины, он, кстати, выглядит намного лучше, Дропкик, чем в своем моде вертолета, и Конструктиком Хайтовер из трансформеры 2, из спадших из этого фильма. И, как вы видите, это вот полный списочек всех волн, конкретно из делюкс-класса. Но, это еще не все. В делюкс-классах у нас также были и эксклюзивы. И одним из них, сейчас я достану свою подсказку, на которой написано, одним из них был делюкс Бамблби и Чарли с запчастями, ну, как я их назвал. На самом деле это далеко не запчасти, но это части, которые дополняют альтмод Бамблби. Ну, я не скажу, что Чарли похожа на версию свима, она какая-то немножечко другая. Но, если верить информации с Википедией, то эта фигурка являлась онлайн-эксклюзивом магазина Toys Razz. Также в именно делюкс-классе вышли Сан-Диего комик-коновские эксклюзивы. Это ретро-поп-хайдвей, делюкс-класс. Также получается Бамблби. И ретро-рок-гараж также, SDC комик-кон, также Бамблби. Но здесь у него присутствовала, ну, то есть, получается, фигурка под номером 19, а фигурка под номером 20 была ретро-поп-хайдвей Бамблби. Фигурка под номером 20 полностью соответствует спин-оффу. Ну, вы сейчас увидите на картинке, потому что изображение здесь никуда. А под 19 номером получается эксклюзив, похож на Бамблби из первого фильма в его трансформации в Шевроле Камаро. На самом деле, вот эти две фигурки студийной серии, конкретно 19-20, довольно-таки интересные, но все-таки хотелось бы все равно чего-то новенького, потому что просто изменить покраску трансформера. Это бы недостаточно для эксклюзива. Эксклюзив должен быть какой-то такой трансформер, которого не будет на обычных полках, который не будет издан в обычном обличье своем. Здесь вы меня понимаете. Но мы переходим к следующим фигуркам Делюбского ассоима эксклюзивам. Это 24-25 номера. Это у нас сет, я его так называл, из двух Бамблби. Первый Бамблби это из спин-оффа Бамблби, а второй в виде Шевроле Камаро. На упаковке написано, что один Бамблби Бамблби 1967 года, а второй 2016 года. И как по мне, один из самых удачных получившихся эксклюзивов это Делюкс Дрип в виде машины и маленькие диноботы вместе с ним. Мне кажется, вот это вот действительно какой-то вот эксклюзивный вариант, потому что маленькие диноботы, это как, насколько вы помните, в четвертом или пятом фильме «Последний рыцарь» была эта сцена, такая она была небольшая, но все равно это как-то даже немного приятно, что вы создали эту сцену. И вот эти вот маленькие диноботы, это тоже довольно приятное дополнение, и этот сет еще более-менее можно назвать эксклюзивным, и выглядит он довольно-таки неплохо. Далее, как вы поняли, будут следовать фигурки Voyager класса, это уже класс побольше. В первую волну у нас вошли Optimus Prime из второй части и Starscream. По первой части довольно-таки, кстати, хорошо, удачно получившиеся фигурки, и обе эти фигурки доступны в наших магазинах. В принципе, это первая серия, и, наверное, все вот эти вот первосерийные трансформеры, точнее, первая волна. И вот все трансформеры первой волны, я полагаю, есть в наших магазинах, потому что это уже довольно-таки, грубо говоря, старая волна, которая уже давненько так вышла, уже как год, наверное. Вот, и поэтому в магазинах она есть. А более новых серий нет, потому что, ну, их недавно выпустили, они сейчас в Америке во всем продаются, ну, возможно, скоро их завезут в Россию. Следующая волна вторая, в нее вошли Decepticons Bro, который мне не понравился, если честно, я его видел в магазине, мне он вообще не понравился, вот, честно скажу. Я не знаю, почему вот эти броски все в части, он выглядит каким-то слишком массивным, возможно, такой должен быть, но вот у меня просто душа не легла к нему. И Megatron по второй части, кстати, довольно-таки неплохо получился, но я смотрел на него обзоры, и люди рассказывали, что есть некоторые минусы в его частях, которые, ну, получается, его части, они отваливаются, там, я не знаю, на плечнике, или какие-то шарниры шатаются, вот, может быть, что-то такое. То есть это закреплено некрепко, и это является минусом. Далее третья волна, в нее вошел только один трансформер, и это автобот Айронхайт, его я видел в самом начале, мне не понравился, но немножечко все-таки прошел какой-то срок, прошло какое-то время, и я понял, что это довольно-таки неплохая фигурка, потому что она обосознана, во-первых, по первому фильму, что довольно-таки хорошо радует, и мне очень нравятся бластеры у этой фигурки, потому что, ну, эти бластеры меня всегда вызывали в какой-то восторг. Далее четвертая волна, это Старскрим по второму фильму, я его не видел в нашем магазине, поэтому нам галочка не отмечена, но, возможно, он скоро у нас появится. Далее пятая волна, в нее вошли Оптимус Прайм из первой части трансформеров и Бом Крашер, также из первой части трансформеров, Оптимус Прайм вышел совершенно другим, не таким, каким он вышел в своем виде во второй части в первой волне, ну, то есть, получается, под фигуркой под номером пять. Нет, он вышел совершенно другим, и это тоже довольно-таки радует, что фигурки не похожи, что они выглядят все праздно. Далее шестая волна, в нее вошел конструктор Конор и Пейдж и Оптимус Прайм по спин-оффу Бамблби. Вот он получился тоже довольно-таки неплохо, тоже мне очень сильно нравится, довольно-таки тоже неплохая фигурка. И, наконец, седьмая волна Вояджеров, это Конструктикон Лонг Хау из второй части Месть Спадших или Месть Фолина, и Десептикон Киесай Босс из четвертой части Эпоха Истребления. У нас осталось как раз всего два эксклюзива, и оба эти эксклюзива относятся к Вояджер классу. Первый это Вояджер Тандер Крекер, он изначально выпускался как эксклюзив Тойзер Ас, но из-за банкротства этого магазина, кто не знает Тойзер Ас, это один из лидирующих магазинов игрушек американских, и в нем продается довольно-таки много интересных фигурок, не только трансформеров, но и разнообразных других каких-то серий и других совершенно мультсериалов. Вот, получается, из-за банкротства Тойзер Ас в нескольких странах он был ограничен в доступности, и сейчас его можно заказать через американские интернет-магазины. Честно говоря, он попахивает ремолдом нитразерца из пятой части. Да, если честно, путаюсь уже очень сильно, потому что частей вышло много, и это еще раз доказывает, насколько далеко зашла франшиза трансформеров. Может быть, последние несколько фильмов не вызывают уже такого восторга, и воспринялись все-таки более критично, чем первые фильмы, но в любом случае они вышли, и с этим уже ничего не поделать. Далее еще один эксклюзив под номером 31. Кстати, Тандер Крекер под номером 9 был, не знаю, сказал это или нет. Вот, и Voyager Megatron, он вышел как Battle Damage, то есть поврежденный. Насколько вы помните, во второй части Megatron повредили, точнее, в конце второй части, Optimus Prime из пушки, из пушки же Megatron, его же подпалил, у него там лицо было немного подпалено, также у него покраска немного темнее, конкретно фигурки. Но вот это очень тоже интересный ход, сделать фигурку поврежденной, довольно-таки дизайнерское решение, которое мне очень сильно нравится на самом деле. Остался только Лидер Класс, это самые большие фигурки из всех. Вот, и получается, в первую волну Лидер Класса вошли у нас Гримлок и Десептикон Блэкаут, вместе с Карпанком, он такой маленький, прикрепляется к его спине. Честно говоря, Лидер Класс выглядит не таким большим, как звучит. Лидер Класс как-то звучит, знаете, каким-то большим, как будто это какая-то большая, объемная фигура, с огромной коробкой. На самом деле нет, я взглянул на этот Класс, как-то так же ходил в магазин, как вы видите, оба этих трансформера есть в магазине, и выглядели они довольно-таки небольшими. Далее, вторая волна, это Мегатрон из Dark of the Moon и Джетфайр из второй части. Кстати, Джетфайр довольно-таки неплохой трансформер, и эта фигурка конкретно, она, получается, вышла тоже довольно-таки интересной, и особенно мне нравится в этой фигурке лицо, но это является как бы и плюсом, потому что лицо Джетфайра в этой фигурке прям такое детализированное, классное, а с другой стороны является минусом, потому что оно такое огромное, что как-то, я не знаю, ну прям виднеется, влазит на всей этой фигурке, и возможно его нужно было сделать чуть-чуть более меньше, но может быть я ошибаюсь, конечно, но все-таки это мое субъективное мнение. И, наконец, третья волна, это Optimus Prime по части третьей, если я не ошибаюсь, Dark of the Moon. Вот, в принципе, так в целом, кратенько я рассказал вам в таком формате о новой линейке трансформеров Studio Series, и, в принципе, я хочу сказать, что я рад, что вышла эта серия, потому что сейчас трансформеры, фигурки трансформеров просто заставляют иногда даже поностальгировать о старых фигурках, потому что новые фигурки не очень хорошего варианта входят, и не довольно-таки детализированные, не такие детализированные, какие были прошлые фигурки, но все-таки хочется ждать чего-то лучшего, ждешь какого-то чуда иногда, и вот такое чудо случается, я считаю, что в студийной серии это и было такое некое чудо, потому что каждая фигурка из этой серии детализированная, является, некоторые даже фигурки являются перевыпуском других, и если вы упустили какую-то другую фигурку, вы можете купить новую себе, то есть, точнее, ну вот, упустили какую-то старую фигурку, которая сейчас уже на том же самом деле стоит огромные деньги, но вы можете ее сейчас приобрести себе в коллекцию, и это довольно-таки круто на самом деле, конечно, здесь есть не все персонажи, мне бы еще хотелось увидеть, как бы выглядел Мегатрон из первой части, но его сюда не добавили, но, конечно, я надеюсь, что это все, вот это вот не весь тираж, не весь лимит, который будет, надеюсь, будут еще фигурки из этой серии, а возможно, создадут какую-то другую серию, но, конечно, остается только надеяться на все это, ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, все вам понравилось, я постарался вам быстро, вкратце, рассказать о фигурках и об этой студийной серии, и я с вами прощаюсь, до скорой встречи в новых видео, пока.